Здоровье России, Сочи-2017. Это крупнейший научно-образовательный форум. В его рамках проходят сразу три специализированных выставки. На стендах все самые современные разработки в области медицины и здорового образа жизни. Ведущие компании представили оборудование для медицинских центров и салонов красоты, аппараты для физиотерапии, косметологии, лечебную косметику, продукты для здоровья. Все то, что может не только лечить болезни, а главное их предотвратить. Эти выставки очень полезны, потому что руководители этой выставки должны отслеживать наиболее перспективные направления в профилактическом методе. Вот именно в профилактике. Отдельное место на выставке занимает высокотехнологичное оборудование. Это экзоскелет. Кстати, отечественная разработка. В разы дешевле зарубежных аналогов. Этот аппарат предназначен для реабилитации и социальной адаптации людей с нарушением функций нижних конечностей, полученных в результате травм, инсульта или неудачной операции. У меня была авария на мотоцикле. Естественно, мне зажало грудной отдел позвоночника. И после этого, естественно, я парализовал. Можно беспрерывно ходить час-два, то есть спокойно. Но, естественно, это нужен большой труд, потому что идет большая нагрузка на руки, то есть непосредственно. А сам экзоскелет весит 22 килограмма, но этого не чувствуется. То есть в основном он несет тебя. А еще в рамках форума проходит первый открытый чемпионат по спа-массажу. Его проводит школа массажа города Сочи. Участники – 20 лучших представителей профессии. Массаж существует несколько тысяч лет, и он дошел до наших дней. Следовательно, он эффективен. Мы хотели бы, чтобы произошел скачок в развитии в области массажных технологий и оказания этих услуг в городе Сочи. Интересна и деловая программа форума. Сегодня участники обсуждали развитие и улучшение системы здравоохранения. А завтра состоится Всероссийская конференция. Там в том числе и обсудят современные технологии восстановительной и спортивной медицины. Форумы выставки будут работать до 30 июня в выставочном центре на Несебрской с 10 до 18 часов.